А теперь вопросы от подписчиков. На х**я. А почему нет? Ты да х**я? Это не мне судить, а ты да х**я? Наверное. Как поживают твои два отца? Тут какой-то умный вопрос. Откуда берете эксплойты по типу Magic Bullet? Ну, из реверса игры. У нас есть парень. А, все-таки у вас есть парень. Все, я понял. Сегодня у нас будет большое интервью с владельцами одного из самых популярных читов в Counter-Strike. Слева маркетолог, а справа владелец и разработчик. Мы узнаем ответы на большинство интересных вопросов. Про разработку, проблемы и заработок читов без упоминания их названий. Ролик сделан в познавательных целях и не несет цели пропагандировать читы. Мы против их использования на честной и соревновательной арене. Буду рад вашему лайку, если такой неожиданный и интересный контент вам понравится. А на экране последние 50 подписчиков канала. Подпишись, чтобы попасть в следующий ролик. Начнем с первого вопроса, который будет насчет анонимности. Для меня было шоком. Я был уверен, что мы будем снимать без лица. Я уверен был, что вы будете анонимными. Почему все так открыто? Ну, собственно, почему нет? Мы ничем противозаконным прямо не занимаемся, не скрываемся. Нам нет смысла скрывать своих лиц или еще что-то. У меня в соцсети всегда были все открыты. И я под своими никами всегда общаюсь с людьми. Поэтому смысла скрываться нет вообще никакого. Если кто-то захочет найти, то буквально моментально может меня пробить, найти в ВК, в телеге, фотки. Какой смысл? Но ведь если, к примеру, Россия захочет сделать, как в Китае, разработчики читов должны сидеть в тюрьме. И будет настоящий розыск. Как вы поступите? В России уже есть такое. Уже есть уголовное дело по читам за танки. Человек получил условный срок. Дело очень такое вялое, насколько я понял, насколько я могу судить. И оно именно с подачи разработчика и издателя игр. Если нас захотят закрыть, нам эта анонимность не поможет. Вот как. Я почему? Я нахожусь не в России, поэтому… А были ли случаи, когда на вас находили информацию? Копали под вас? Конечно, постоянно. Периодически такое происходит. На меня был докс. Прямо вот была выписка из какого-то государственного реестра. Это данные паспорта, фотографии оттуда. Какие-то старые фотографии мои нашли. С этим нет смысла бороться. То есть, если захотят, это найдут. Мы работаем через ИП в России в том числе. И имея ИНН, можно найти все про человека. Получается, мы уже знаем, что на ИП больше чем 150 миллионов рублей не приходят за год? Ну, там лимит вообще 200 миллионов рублей. Ну, в данный момент не приходят. Ты работаешь на ИП. Считаешь то, что это все легально. Но почему так не считают другие? Почему они все делают через крипту, все закрыто, анонимно? Почему у тебя такое мировоззрение? Почему ты так относишься к разработке счетов? Так это и многие так относятся к разработке счетов. На Counter-Strike, по крайней мере. Крупнейшие провайдеры Европы. У них открыты компании в Швейцарии, в Нидерландах. Они открыты на свои имена. Никто не скрывается. Потому что законы никакие уголовные не нарушаются. То есть у государства не может быть к нам претензий. Претензии могут быть только у компании по поводу нарушения торговых марок и правил использования. Но это все решается в гражданском суде. То есть компания судится с компанией. Это нормальная практика. А вот случаи, которые были в Китае, блокировали и люди сажали. Они получали иски от государства или от разработчика игры? Ну, в случае Китая, это же такая машина, сросшаяся скорее. Потому что там издатели очень сильно регулируются государством. И в этом заинтересованы и государство, и издатель. Я, честно говоря, не знаю, кто именно был инициатором. Но если это уголовное преследование, то это именно идет нарушение Уголовного кодекса, грубо говоря, Китая. Если там у них, так же как и в Южной Корее, запрещено именно читерить на законодательном уровне, тогда могут быть посадки. Можешь, пожалуйста, вспомнить, как ты пришел к разработке читов? Как это все начиналось? Ну, начиналось все с того, что в Counter-Strike были боты в лобби. То есть какие-то аккаунты заходили в лобби, что-то рекламировали. И я тогда был честным игроком в Counter-Strike. Мне стало интересно, что это, как это работает. И через некоторое время этот исходный код этой программы был выложен в открытый доступ. Извини, речь идет про ботов, которые были знаменем XIZ? XYZ? Да, там Dead Red Fox, Dota XYZ. Да, это был фикс CSGO. Вот ты увидел, как это все работает, то, что в CSGO можно заниматься вот такой херью, и решил... Потом я запустил этих ботов у себя тоже, и мне прилетел в Акбан. После этого я решил, что... Есть. Почему бы и нет. Узнал, что есть много ресурсов, где можно обучиться этому, грубо говоря. И мы тогда вот с другом, с которым играли, мы оба также увлекались программированием. Никаких серьезных проектов не было. Были Home-проекты, ну, Pet-проекты, так считается. Было интересно и было понятно, почему это может как бы... Сколько лет ушло на первые MVP хорошего чита? Ну, MVP сложно сказать. Но релиз, вот, первый у нас прошел спустя, наверное, месяцев 8 в разработке. Но сказать, что это был качественный чит, конечно, сейчас я не могу. Но продажи уже начались вот именно тогда. На Cybershock появился Пикем на Blast World Final. Участие бесплатное, а самые лучшие получат призы. Авторизуйся на Cybershock через Steam и открой вкладку с Пикемом. Все это делается за пару кликов. Турнир пройдет с 13 по 17 декабря в две стадии. Групповой этап и плей-офф. За правильные ответы твоя медаль будет улучшаться. Если отгадаешь все, получишь платиновую медаль. Это очень редкая награда. Игроки с премиум подпиской будут получать один прокрут ленты за каждый апгрейд медали, а также смогут расставить номинации. Это 16 итогов турнира, где каждые 4 правильных ответа дают один прокрут ленты. Там есть много ценных призов, вплоть до дорогого ножа или перчаток. Переходи по ссылке. Сколько вакбанов вы получили во время тестов? Примерно. Их больше тысячи? Ну, я думаю, что меньше тысячи, но мы их не считаем. Ну, вакбаны во время разработки, наверное, это частое явление. Но если разработчик достаточно умный, он понимает, что он делает, ему хватит 10-15 аккаунтов, чтобы закрыть возможные дырки. Один из самых примитивных вопросов, но я его должен задать. Не чувствуете ли вы себя плохими людьми? Ну, это понятие относительное. То есть, конечно, хотелось бы заниматься в жизни не только разработкой читов. Ну, я, в принципе, занимаюсь чем-то, помимо этого. В том числе мы поэтому уходим больше в ХВХ. Считаем, что правильно, чтобы читеры играли против читеров. Это отдельный гейм-мод игровой. И я считаю, что здесь нет никаких угрызений совести, именно когда хак-версус-хак идет. Какой процент людей используют читы для ХВХ? Мне кажется, большинство забивает на вот эту культуру и идет играть матчмейкинг в фейсет и даже на проигры заходят с читами. Ну, с нашим читом на фейсет не получится зайти. А в матчмейкинге сейчас весь топ практически играет как ХВХ. Да, это правда. Потому что играть больше негде. Ну, мы в том числе работаем над инфраструктурой и развитие ХВХ матчмейкинга. А почему нельзя с вашим читом на фейсет зайти? Ну, потому что на фейсет есть античит. Есть античит драйверный. Мы никогда не старались его обходить. Потому что у нас чит именно не на фейсет, не на легитную игру, не на поднятие в каком-то рейтинге, не про киберспорт, а именно про ХВХ. А на фейсе есть же читы какие-то сейчас работающие? Ну, конечно, есть. В любой игре есть читы. Есть ли читы, которые до сих пор не банились фейсетом? То есть как сделать так, чтобы твучит бы работал на фейсе? Вот вы туда не лезете, потому что, видимо, слишком часто нужно будет скользить вокруг их детектов. Но почему есть читы, которые работают на фейсе? В чем их особенность? Маленькое количество пользователей. В первую очередь, наверное, на безопасность влияет хорошее знание разработчика. Во вторую очередь влияет количество пользователей и постоянное обновление. В рамках фейсета, наверное, сейчас самое популярное, что есть, это какие-то очень сложные драйверы, либо у Ефи буткиты, ну, и ДМА, самое, наверное, сейчас расхайпленное, популярное. ДМА – это Direct Memory Access, то есть прямой доступ к памяти игры. Соответственно, мы можем читать все, что происходит в игре, при этом всем античит и игра вообще об этом не в курсе. Но у ДМА и подобных читов есть одна большая особенность, в том плане, что разработчик всегда должен актуализировать, поддерживать версию, искать новые возможности, как это все спрятать. Потому что античит-девы, они тоже не дураки, они постоянно апгрейдят защиту. Плюс самое смешное и интересное в том, что в Faced Anti-чит многие разработчики пришли из читов. И так много где. В Валоранте то же самое. То есть они раньше создавали читы, но дошли до какого-то своего определенного предела, либо изменения жизненных ценностей. И они вот пошли в другую сторону. Но такое чувство, что лучший сотрудник по античиту будет человек, который разрабатывал читы. Да, безусловно. Потому что он прекрасно знает, как что работает. Прекрасно может найти вектора обнаружений. И в целом, так сказать, на одной волне с теми, с кем противостоит. Давайте так. Вам сегодня пишут Valve и говорят, закрывайте свой чит, приходите к нам в команду. Идете? Разрабатывать Anti-чит. Теоретически, мне кажется, такое многим из команды было бы интересно. Но практически, зная Valve, зная, ну, как они ведут Twitter, плюс все внутренние дела, как у них работает команда и все. Раньше она была очень такой компанией, которая цеплялась за интерес, хотела развивать игру, все. А сейчас они превратились в такого, некого монополиста, который вот держит бизнес. И людей, которые хотят круто, классно развиваться, что-то делать новое, уникальное, они придушивают. Им нужно продавать, рисовать скинчики, проталкивать какие-то, ну, короче, получать деньги. К сожалению, ну, с внешней стороны, компания Valve выглядит именно так. Поэтому, я думаю, за многих разработчиков наших могу сказать, что им не было бы интересно работать ради коммерции. Им интересна именно разработка в качестве получения новых знаний, скилзов, игра в кошки-мышки некая. То есть найти что-то уникальное и крутое. И это дает им вот как раз-таки некий заряд бодрости и адреналина. Люди любят ездить на быстрых машинах. Для них реализация читов и уникального функционала – это то же самое. Я правильно понимаю, это твой первый чит. Ты начинал его делать сам, потом начал делегировать и сейчас полностью вышел из операционки. Нет, не так немножко. Во-первых, мы изначально начинали вот с этим другом, с которым играли изначально в Counter-Strike. И мы всегда были вот вдвоем как разработчики. И сейчас я до сих пор не полностью вышел из разработки. Я делаю часть касаемо защиты читов практически полностью. Ну да, я стараюсь заниматься сейчас управлением, развитием читов, развитием других продуктов, вот в том числе матчмейкинга, читов на другие игры. Да, ребята сделали очень классную штуку. Они хотят сделать свой матчмейкинг, свой facet, где у всех будет чит. То есть ХВХ матчмейкинг. Это… Я не могу сказать, что это плохо. Это классная идея, это супер. Вы что-то привносите новое. Если учитывать, что это должно быть только на этих серверах, это только должно быть на этом проекте, то идея классная. Ну, идея на самом деле в том, что ХВХ в целом, оно все-таки уже является такой частью компетитив игры. Там люди играют именно умом. Они не просто бегают, крутятся и убивают друг друга. Они переигрывают за счет мувмента, потому что есть банихоп, который там крутится. Они раскидывают также гранаты, но флешки, естественно, никому не страшны. Молики, гранаты, просто потому что если отнять 8 ХП любой гранаты, противник становится летальным. То есть его можно убить за одну пулю. Если остается 8 ХП? Нет, если минус 8. 92 ХП, значит, со скаута можно убить летально. Один патрон понадобится. Значит, нужно кидать гранату. Да, а раньше в CSGO не было ноусприда. И, соответственно, бегать и прыгать с ВП стрелять нельзя было. На текущий момент мы, так сказать, нареверсили кучу интересного функционала. И сейчас в рамках CS2 мы можем прыгать, бегать с ВП, летать. И у нас нет никакого разброса, ни отдачи. На текущий момент мы можем делать все, что угодно. С ВП бежать вперед в прыжку. Но когда-то Волва это пофиксят. И начнется опять, это вернется к старой competitive игре, где надо не просто бежать вперед, а думать. Соответственно, мы хотим сделать для ХВХ полноценную лигу, где соло игрок или команды, потому что там также есть команды и турниры за деньги. Какой ужас, что. Там есть полноценно прям команды и призовые. Спонсоры. Ну, что, да, читдевы могут являться спонсорами. Ааа, прикольно. Три или пять тысяч, самый большой, по-моему, тысячи долларов был. А какие спонсоры бывают, кроме владельцев читов, кто? Самые большие, ну, рулетки те же самые. Потому что идут онлайн-трансляции этого, и людям это интересно. Кто варится в этом комьюнити, им это очень интересно. Зачастую уже никто не играет обычный КС в принципе или легитно не играет. Они играют сугубо ХВХ. Представьте турнир на лане, 10 читеров сидят, играют аккомитаторы, аналитики. То же самое, что сейчас делается. Ну, на лане вряд ли, но в оффлайне точно. Потому что комьюнити ХВХ, оно очень токсичное. И там доксы, обзывания, нахождение телефонов. Не так давно было у нашего знакомого баталия словесная с овердрайвом, если знаком, знаешь. Да, во время этой баталии нашли его телефон, адрес, заказали ему кучу пицц на его адрес. Просто потому что ХВХ, именно аудитория, она очень токсична. И очень молодая. И она не понимает, что создает дискомфорт людям старшего поколения. Все ХВХ воспринимает это в шутку. То есть всем это смешно, посмеяться, обозвать, что-то вот такое. Раньше в ХВХ сфере даже доходило до того, что сватингом занимались. Это вызов спецслужб на адрес. Но, по-моему, два года назад волна разбирательств была. И несколько даже человек посадили за это, за сватинг. После этого, слава богу, все это утихло и таким перестали заниматься. Слушай, ну это феноменально. Вы можете сделать проект, где не нужно античит абсолютно. То есть проблема всех этих проектов, когда приходит читер и все, ломается весь соревновательный дух. А у вас просто без этого. Ну идея провести турнир на лане в клубе 5 на 5 ХВХ, это же классно. Конечно, меня, наверное, захейтит аудитория. Слушай, мне кажется, людям очень понравится голосовое общение между этими двумя командами. Я просто впервые слышал, что есть команды ХВХ. То есть меня зацепило все. Если я сделаю ролик «Турнир ХВХ на лане», представляете, но они, наверное, не хотят свое лицо показывать. Нет, комьюнити настолько токсичное, что никто не вылезет в РЛ. Сколько людей в вашей команде? Около 20 человек. Ну если без тестировщиков, то да. А сколько тестировщиков? Около, наверное, 10 постоянных, плюс плавающие появляются. Какой примерно зарплатный фонд каждый месяц у вас на всех сотрудников? В районе 10-15 тысяч евро, я думаю. Окей, какая самая высокая зарплата в вашей компании? У какого человека, какой роли? Ну, если говорить про наемных сотрудников, то как раз разработчик бэкэнда, который в том числе занимается логикой самой высокооплачиваемой у нас. Это больше, чем 400? Ну, это близко к тому. Какая средняя зарплата у ваших сотрудников из 20? Сложно сказать, потому что есть низкие зарплаты из-за маленькой занятости, в том плане, что там работая на 1 час в день, есть зарплата, соответственно, где человек 25 часов 8 дней в неделю работает. Я думаю, можно взять вилку ориентировочно каких-то 60, может даже выше. Как они приходят к вам? То есть вы же не делаете вакансии на HH? Это зависит от вакансии, на самом деле. То есть вы реально делаете вакансии на HH? Нет, именно от роли, на которую нам нужен человек. Вакансии мы не делаем, но у нас очень большой круг общения, мы знаем много людей и в основном находим по знакомству. Но вот в том числе Project Manager мы искали именно через разработчика нашего. Мы недавно говорили о разработчиках читов, которые ушли в другие компании делать античит. И как я понимаю, на Face большое количество людей как раз таки из этой сферы. Какие у них условия, по вашему мнению? Были такие кейсы и в Твиттере, и в Reddit, то, что старых читеров, которые разрабатывали читы, хантили как раз таки в подобной компании как Faceit или Valorant тот же. Я думаю, там крайне высокие зарплаты в плане того, что это, во-первых, огромная ответственность, NDA обязательный. Потому что если какой-то кусок исходного кода античита попадет в сеть, это Faceit превратится за мгновение ока просто в читерскую сферу. И порог вхождения читеров просто моментально упадет вниз. Ну, я думаю, там около 10 тысяч минимум евро зарплата. У вас сотрудников 20. Вы знаете примерно цифры ваших конкурентов? Или вот 20 – это золотая середина, у всех одно и то же примерно. Есть ли читы, которые популярны, но пишет их один человек-владелец? Вот такой гик. Можно ли заниматься популярным читом, который постоянно обновляется одним человеком? Я думаю, вряд ли. Потому что популярный чит – это, в первую очередь, помимо разработки, это работа с комьюнити, это какое-то продвижение, плюс безопасность чита. Потому что, на удивление, читы точно так же реверсят, как и игры. Поскольку другие чит-девы хотят украсть функционал с вашего чита, чтобы не заниматься лишней работой, чтобы им не ковырять все с нуля, они украдут у вас это. Столько задач одному человеку, мне кажется, не осилить, чтобы это был популярный проект, в принципе. Есть небольшие команды, достаточно качественные, блику и мраку, соответственно, привет. Не очень большая команда, точных цифр по количеству ребят я не могу назвать, но они поменьше, чем мы. Они осиливают в своей сфере, все очень замечательно, хорошо, и у них на все это хватает времени. А, могу встречные, еще переиграть. Есть такие, где ориентировочно, ну, сотни человек. Есть чит, где работает 100 человек? Там много читов на разные игры. Сколько игр, ты знаешь? Ну, тысячи игр. У них есть 300 читов, как минимум. Это какие выручки? Больше, чем они мульти-миллионеры, да? Да, ну, это как китайцы вот эти, которые арестовали с 30-ю спорт с машинами, вот это вот все. Они мульти-миллионеры однозначно. Там просто качество, вот там, они идут не качеством, а количеством. Количеством, то есть, ага, конверт читов. Да, 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 у них читы появляются буквально за 1-2 дня после выхода игры. Как такое возможно? То есть разработчики игр вообще не занимаются за читой? Настолько их легко обмануть за один день? Нет. Проблемы, скорее всего, в популяризации игровых движков. Если 10-15 лет назад у каждой игровой студии был свой движок, уникально написанный, который не было исходного кода, и каждой игре нужно было искать какой-то свой путь, то сейчас у нас есть там 3-4-5 движков, которые используют абсолютно весь геймдев. Это Unreal Engine, Unity, Source Engine, может еще что-то. Unreal Engine полностью открытый, есть на GitHub. И собрать базу и перенести базу на тысячу игр на Unreal Engine не проблема, абсолютно никакая. Какой самый сложный движок для внедрения читов? Вот, который постоянно сложно взламывать? Тот, который не популярный, потому что на него нет информации. Давай представим карту и в какой стране самый большой хайп читов, игры с читами? По количеству пользователей или… Процент от пользователей и сколько из них читеров? Китай, может быть? Да, да. Я хотел назвать СНГ, но все-таки да, Китай однозначно больше. А если сейчас представить эту же карту, но по разработчикам читов? Европейский регион, наверное. Да нет, тоже Китай. В Германии очень много разработчиков. Ну да, европейский регион может быть. Просто про Китай сложно говорить в том плане, потому что рынок абсолютно закрытый. Там свой интернет, свое уникальное комьюнити. Пользователей с читами там однозначно больше, потому что такая информация просачивается. А разработчики читов из Китая, они никогда не скажут, что они не из Китая, потому что там есть уголовные дела. И связано это в первую очередь, это как раз-таки к старому нашему общению, в том, что китайское правительство поддерживает геймдев в целом в своем регионе. Есть такая крупная Tencent, и она бы никогда не была такой крупной фирмой, если бы не господдержка. Есть ли у вас информация, что вот кто-то на Тир-1 играет с чем-то? Теоретическая. Скорее всего, такое возможно. Насчет Тир-1 не уверен, но, может быть, никто никогда не скажет, что кто-то есть на Тир-1, потому что сразу начнутся переполох, поиски и вот это все. Такая информация никогда не всплывет. Но Тир-2, Тир-3 однозначно есть, есть Читы на Faceit. Их приличное количество. Вопрос, опять же, безопасности и андетекта. Самое популярное, это все-таки сейчас Дыма. Это что-то вроде PCI-карты отдельной, либо M.2 SSD, если много кто видел, либо загуглите, как это выглядит. Соответственно, оно имеет прямой доступ к памяти компьютера в целом и может получать информацию из памяти игры, не влияя никаким образом и не триггеря никакие чеки у Faceit Anti-Cita. Но если, опять же, все сделано правильно. Если возвращаться к стоимости этих инвайтов, сколько это может стоить? Рынок разный. 300, 400, 1000, 1500 долларов. В зависимости от желания разработчика, его знаний, возможностей и популярности. Ну, если речь идет о Тир-3 каких-то игроках или там выше, то зачастую разработчик получает какой-то процент от выигрыша. Какой ужас! Такое существует. Ну, несколько лет назад я точно знаю, что такое существовало. Ну, это какие Читы? ВХ или... Ну, они же не будут с АМ-ботами играть. Самый палевный Чит, это же АМ-бот. Ну, не Чит, а функция Чита. Как раз таки с ВХ гораздо проще спалиться. Да ладно. А вот если АМ-бот у тебя там как-то доводит или АМ-ассист, то такие Читы как раз таки и существуют. Есть большая разница в понимании АМ-бота. Многие пользователи видели АМ-бот и думают, что это там автоматическая наводка, прилипание к голове, это легко спалить. Разработчики, которые понимают и разбираются, они уже перешли на новый уровень, вплоть до того, что анализируют... Чит подстраивается под твою игру. Чит понимает скорость твоего вождения мышкой. Чит анализирует твой КДА и, соответственно, помогает тебе ассистить. Это некая система, похожая на консолях, только не такая агрессивная, как в какой-нибудь Call of Duty, а очень мягкая, плавная, при этом работает за счет вот как раз таки твоего прошлого. Насколько ты быстро наводишься, как ты быстро реагируешь. И вот эти плавающие значения запоминает и пытается играть, как и ты. Я сейчас покажу вам видео и скажите, пожалуйста, там есть что-то или нет, хорошо? Это было на процене. Так, вот, смотрите. Это те же три сцены. То есть есть объяснение, почему он так сделал? Ну, если убрать весь скептицизм насчет того, что Молик задымился и он представил, что там мог быть человек, то, наверное, это нечто похожее на радар. Но надо более плотно изучать демки таких игроков, смотреть их поведение в рамках того, как они реагируют в разных ситуациях на нервах. Это зачастую видно на долгой дистанции после нескольких игр, когда человек плавно, спокойно играет и выигрывает на незначительных играх, которые ничего не решают. И когда случаются вот игры за выход, продвижение по сетке и что-то, на нервах как раз таки проще всего и легче спалиться. Потому что у тебя отключается вот этот инстинкт самосохранения, ты знаешь, что если я это не сделаю сейчас, возможно, я проиграю. И плюс вот это дергание куда-то на радар в сторону, потому что это отдельный компьютер ДМА, оно может как раз таки так, он там, стена. Да, то есть вполне возможно, но это нужно решать именно в какой-то чуть дольше перспективе. Смотреть демки, изучать, как играет этот игрок в разных ситуациях и, возможно, станет понятней. Хорошо, вот еще. А дальше происходит такое. Вот они стоят и единичка в какой-то момент резко поворачивается. Вот, заметьте, он повернулся, да, минута, ну, 0.51 он повернулся. Ну, там даже раньше, 0.50, да. Но проблема в том, что он повернулся на мидл до того, как нас чел увидел. Он где-то повернулся, даже я ошибся, на 0.52, да, на 0.51. Ну, а чел нас увидел позже. Мы видели того человека в девятке, да, не стали его убивать, думая, что они нас про***ли, им у нас есть тайминг. То есть хорошая команда, которая нас выиграла, играет такой сетап, что одного могут е***ть в ухо, а второй смотрит ему вообще с той позиции, где у него не первый угол, не первый контакт. Как бы у***вал бы чем-нибудь в GTA, RP. В GTA все-таки он хотел е***ть. Скажите, пожалуйста, что это было? Игра новая, и я тоже замечал иногда приколы со звуками. Бывает такое, что слышно где-то очень-очень далеко, но топот. Опять же, нужно смотреть демку, возможно, топота никакого не было, но выглядит крайне странно, что человек без информации разворачивается на 180, понимая, что с той стороны, что он чекает, никого нет, хотя его тиммейт уже стоит и чекает миддл, и он говорит инфу, тут никого нет. Зачем тогда он повернулся? То есть, ну, можно предположить, что он что-то знает чуть больше, чем честный игрок. Как спалить радарщика? Вот сейчас наша команда играла в USA Advanced. 9 команд из 16 в плей-оффе, они с потенциальным радархаком. Как решить эту проблему? Вот как найти вот этот радар? Просто камеры ставят сзади, слева, справа, чтобы они бы играли боегру после этого. Но даже это не помогает. Они все равно каким-то боком выиграют эти матчи. Может быть, им тренер говорит, куда смотреть, куда поворачивать голову. Скажите, пожалуйста, как подловить этих хуебанов? Есть одна интересная функция, которую реализовывал наш, один из наших разработчиков. Уникальность этого радара в том, что у тебя незначительно меняется цвет прицела в ту сторону, с которой идет противник. Такое ты тоже не заметишь, когда у тебя зеленого на легенький салатовый поменяется и все. Либо какие-то значения в нетграфе поменяются. Пинг, последнее значение пинга зависит на какой-то циферке определенной. А у тебя есть вот... Как координаты. Да, координаты. И эта координата отвечает за направление. То есть уникальных решений было невероятное количество, можно еще придумать очень много. Первая рекомендация, половина этих радарщиков может спокойно отвалиться, играя на фейсите. Потому что... Это на фейсе происходит? Ну тогда, видимо, надо изучать плотно демки. Надо играть на лане. Чтобы выйти на лан, нужно выйти из фейсита. Скорее всего, они все используют дема. И это уже никак не словить. Никак не подловить. Во-первых, все эти турниры, наверное, в рамках фейсита проходят. И там есть более сильный контроль со стороны администрации. Может быть. У нас была такая ситуация одна. Мы играли с Advanced. Не, мы играли к Валу на турнир. Против потенциально радарщиков. Сыграли матч, мы проиграли. И попросили... Ребят, скиньте, пожалуйста, ваши записи, как вы играли. Мы просили их записывать. Скинули 4 человека. А 5-й не скидывал. Очень долго. И они сказали, ладно, мы не хотим играть дальше. Вы идете дальше. То есть они получили после победы техническое поражение. Потому что один человек отказался скидывать свою запись. Это было в моем опыте. Это было месяц назад. Представляешь, насколько все ужасно? Ну, я могу тебе предложить на яйцах всегда так выкатываться и просить демки. Это просто организаторы пошли на уступки. И попросили всех снимать себя со всех сторон. И, видимо, человек, который был 5-й, он мог спалиться рано или поздно и решил... Возможно, что из всей команды использует демашку один человек. И он дает информацию всем остальным. И даже тренер, которого никто не просит записывать. Или даже... Да. То есть тренер-то ничего не записывает. Но, наверное, моя рекомендация всем турнирам, которые проходят на фейс-ите. Это же все-таки официальные турниры, хоть и даже тир-3, но уже какой-то профессиональный уровень. Они должны использовать более агрессивный бета-билд фейс-ита. Он по-любому есть. И более детально изучать логи. Потому что все эти дема, они оставляют некие логи в античете в любом случае. Они маскируются под SSD-диски, под звуковые карты, под какие-то переходники USB и подобное. Но можно найти что-то уникальное. Не обязательно забанить его сразу. Но на дистанции это может всплыть и появятся уже доказательства. Но проблема в другом, что это надо сесть человеку, изучить каждый матч, каждый лог. Это куча времени, куча денег для того же фейс-ита. На данный момент это, к сожалению, единственный способ обезопасить профессиональную сцену. Ну, это не стопроцентная вера. Ну, опять же, да. Все зависит от разработчика. Если разработчик этой демашки крайне высокого уровня, а на просто сцене вряд ли возьмут Вася из подъезда, то, наверное, единственный выход это лан. Окей, давайте перейдем к другим играм. Valorant. Все его воспаляют. У них свой античит, который внедряется во все ядра компьютера, видит все от начала до конца, включается вместе с компьютером. Он реально такой хороший? Он очень неплохой. Уникальность его в том, что он стартует еще до Windows. Он стартует на моменте загрузки UEFI. Это такая после BIOS-а идущая, как... Ну, это буткит просто. То есть на очень раннем этапе запуска системы загружается драйвер, грубо говоря, античита. И он уже смотрит, и все внутри системы анализирует, что там, какие функции вызываются, кто их вызывает, запрещает вызывать. А видит, как он ДМА? Ну, ДМА это же... То есть есть PCI-экспресс-шина, PCI-шина. И Direct Memory Access это просто, грубо говоря, надстройка над этой шиной. Он видит, что есть какое-то устройство, подключенное по PCI, через... Ну, там, какой-то драйвер есть. Что это за драйвер? Он как бы не знает. Он может в теории что-то узнать, но стопроцентной гарантии тут как бы нет. Давайте поговорим про будущее. Как вы видите античиты через 5 лет? Идея Валоранта, она может быть в будущем? Или это уже устаревшее решение? Ну, я думаю, что если Counter-Strike не внедрили эту идею за столько годов, сначала появился фейс, это античит, потом Валорант, античит практически сделали просто все то же самое. Если Valve не решились на это за столько лет, я очень сомневаюсь, что они в будущем за это возьмутся. Они, насколько я понимаю, решили, что им нужно все-таки делать свои решения уникальные, в том числе трансфактор, который будет именно сегрегировать игроков. Читеры будут играть с читерами, честные игроки будут играть с честными игроками, руинеры будут играть с руинерами и так далее. Если ты не блокируешь читеров, то будет меньше шанс, что читер будет жаловаться разработчику и будет говорить, а вот давайте вы сделаете так, чтобы меня не банило. То есть это будет, возможно, более эффективно даже. И при этом честные игроки будут меньше от этого страдать. Во-вторых, есть анонсирован VACnet уже давно. Насколько он работает, мы не знаем, но вполне возможно, что логи, которые сейчас собирает VAC, как раз идут на обучение этой нейросети. То есть ты хочешь сказать, что Valve смотрит в сторону искусственного интеллекта? Ну, я думаю, что сейчас они в первую очередь смотрят в сторону сегрегации, именно пользователей. Они детектят читеров, но они их не блокируют по какой-то причине. Есть такой слух, что в новом отечестве в CS2 есть огромное количество функций, которые до сих пор не включены. По какой причине и какие это функции? Эти функции включены, но за них нет блокировки. То есть Valve видят, что этот пользователь совершает такие-то действия, что это 90% шеточит. Но по какой-то причине за эти функции нет блокировки. Ну, потому что если Valve будет за это блокировать, то на следующий день или через день, через неделю, через месяц все четыре это будут обходить. А пока они их не блокируют, Valve собирают логи. То есть если подводить итог, то ты считаешь, что машинообучение это гораздо лучше, чем то, что делает сейчас Valorant, Faceit, отдельное приложение? Ну, это, во-первых, меньше нагружает клиентский компьютер. И в целом в вопросе безопасности гораздо лучше, когда все происходит на сервере. То есть потому что клиентское приложение любое так или иначе все равно можно разреверсить, понять, как оно работает. А то, что происходит на сервере, можно только гадать, предполагать, по каким-то косвенным признакам определять. И если там собирается куча информации, а за что именно придет блокировка, придет ли она, и считает ли Valve, что ты читер, или не считает, ты точно этого не узнаешь. По поводу софтварных и валорантовского античита, такое решение не очень правильное, я считаю, по одной большой причине и беде. Во-первых, такой античит очень сильно занижает перформанс в играх. Человек, который играл с ноутбуком и получал ориентировочно 60 кадров в КСе, обычный работяга так называемый, при установке античита Valorant или FaceIt может получить 20 кадров, в принципе, не сможет играть никак в игру. Еще одна сторона медали — это оптимизация драйверной и софтварной вот этой части в плане обновления Windows. То, что на начале Valorant и его античита было очень интересное веяние, в том плане, что валорантовский античит первой своей версии ломал Windows пользователям. Они устанавливали Valorant, что-то пошло не так, компьютер перезагрузился, постоянно выплевывает синий экран смерти. Это нельзя было починить. Просто разработчик античита Valorant не смог поправить все проблемы во всех версиях Windows, потому что их огромное количество, там Windows 10, Windows 11, Windows 7, 8, 8.1. Помимо версии самих Windows есть патчи, которые выходят каждый месяц, полугодовые. И каждое это обновление может поломать что-то в античите, и наоборот, античит может поломать Windows так, что компьютер пользователя, в принципе, перестанет запускаться. И какая самая главная функция, которая могла бы разоплачать читеров, но ее до сих пор нет в античитах? Вот есть какая-то хитрая функция, которая просто намекает открыто, вот у него что-то есть? Наверное, сложно сказать, что вот прям какая-то определенная функция есть, которая бы 100% доказывала, что человек читер или нет. Скорее, к этому можно пойти с другой стороны. Это, опять же, искусственный интеллект. Можно и лучше всего не держать на стороне клиента, как сказал Дмитрий, не держать античит на стороне клиента, потому что любой разработчик может разреверсить античит, понять, как он работает, как обойти те или иные функции, как обмануть, а держать нечто похожее на искусственный интеллект, который анализирует поведение игрока на стороне сервера. Таким образом, разработчикам придется только гадать, что им нужно сделать и как реализовать те или иные функции, чтобы, соответственно, перестать получать баны либо понижение трансфактора и попадание в такие скрытопульные системы. Мы вчера как раз таки обсуждали это немного. То есть вы считаете, что Valve сделает свой античит не как в Валоранте, а именно в искусственном интеллекте только потому, что по причине того, что они любят инновации. Они компания, которая делает не все, как другие, не хотят копировать. И поэтому они хотят задать новую мету античиты на нейроники. Правильно? Ну, теоретически у меня есть личная теория, которая слабо подтверждена какими-то сторонними разработчиками. Я думаю, это вот именно от себя. И я бы так, наверное, сделал работы Valve и Valve античиты, что можно анализировать полученные данные от игры, как игрок играет, с какой скоростью он нажимает клавиши, как он передвигает мышкой, какой там средний какой-то КДА имеет, градации импрува или наоборот понижение его профессионализма в игре. И при использовании читов обычно идут резкие скачки в изменении поведения человека, плюс есть изменения в поведении, там, управления мышью. Потому что любой чит, в первую очередь, ну, он взаимодействует с импутами от игрока. Он там обманывает нажатие клавиш, передвижение мыши и что-то подобное. Соответственно, в случае, если нейронка будет анализировать поведение нормальных людей и вот как раз-таки от сегрегированных читеров, в сравнении можно понять, кто есть кто. На текущий момент мы видели нечто похожее, и, опять же, это мое подозрение, что это именно так. Баны в CS2 за большой DPI и Sense. Я думаю, ты видел видеоролики, где парень включает 16 тысяч или 32 тысячи DPI, вот так крутит минуту мышку и получает ВАК. Смех в том, что это как раз-таки, мне, опять же, так кажется, что это первые зачатки понимания и анализа поведения игрока. Потому что у человека не было никакого запущенного стороннего софта. Это чистая игра, чистый аккаунт, новосозданный, но его забанило. Какова причина? Какова причина? Скорее всего, в том, что этот ВАК-нет, проанализировав поведение передвижения мышки, понял, что обычный честный игрок так не сделает. Есть такие погрешности у машинного обучения. Человек реально по приколу может включить такой DPI и получит ВАК. Как с этим бороться? Как сделать нейронку такую, чтобы она бы понимала, где чит, а где человек балуется? Наверное, все-таки Дмитрий сказал про сегрегацию пользователей. Честный с честными, читер с читерами, руинер с руинерами. И вместо бана передвигать человека в определенный пул игроков с похожим поведением и на дистанции анализировать, поменялось ли его поведение, возможно ли его передвигать куда-то другое, или все, ставить крест, галочку, что мы подтвердили, это он. Кроме того, бану можно апеллировать, почему нет? Если нейросеть, грубо говоря, решила по конкретному моменту, что вот здесь вот, она по этому моменту решила, что нужно заблокировать. Человек пишет в поддержку, какой-то сотрудник анализирует, смотрит, что да, там просто человек на месте крутился, никого не убил при этом, там, грубо говоря. Наверное, это он просто ради шутки поставил CDPI там, огромный и покрутил мышкой. И можно разблокировать, здесь нет проблемы. Это ведь нейросеть, конечно, она будет совершать ошибки, так же, как и реальная нейронная сеть, которая в мозгу. Вы можете сказать, какой процент людей используют читы? Моя теория в том, что каждый десятый игрок читер. Я подозреваю, что около 10% всеобщего онлайна это читеры, но не 100% аимбот. Может быть, даже 15-20, а то и больше процентов читеры, там, до 30, а то и до 40. Это в рамках CSGO. Потому что к читам можно любое взаимодействие с игрой отнести. Это бот-фермы, кейсы-фермы, так называемые, которые выбивают кейсы. Это вертигобусты, где 5 на 5 ботов убивают друг друга, играют 15-15, получают красные медальки, если я не ошибаюсь, это называется. Помимо этого, ну, просто обычные читеры. Всякие АХК, Баннихоп, там. А, да. Всякие читы, уровни повторения, клавиши, пробел, но только они реализованы уже не просто каждые там 10 миллисекунд, а с какой-то легкой логикой проверки. Так, есть очень интересная информация, которая произошла после интервью. Давай-ка. Да, если все прекрасно знают, что в CS2 есть премьер-режим, в нем есть рейтинг, так называемая мировая таблица. И можно практически с уверенностью сказать, что из 100 первых мест 95 человек играют либо с читами, либо их запустили с читами. Четыре других читера. Есть также куча пробелов, как вы можете посмотреть в этой таблице. Там, допустим, третьего места нет, пятого, шестого, седьмого и так далее. На этих местах находятся наши аккаунты, которые просто Volvo не опрубывают в таблицу, потому что мы имеем 100% винрейт, 100% хс рейт, ни одной проигранной катки, соответственно. Ну, вот так вот троллим баллы. И таких, кроме нас, очень много читов. Поэтому вот такой веселый лидерборд в CS. Стоп, подожди, а ты же говорил, что вы делаете читы для ХВХ. А зачем идете в привет? А там, я ею сейчас после 25 тысяч абсолютно ХВХ. Так это же вы создаете такое. Смотри, от 25 тысяч начинается игра читеров против читеров. Потому что режим такой. Мы сейчас работаем над лигой, именно чтобы сделать отдельную вещь, где читеры могут играть с читерами, не мешая вот конкретно простым хорошим игрокам. Какая у вас самая сейчас основная конкуренция среди разработчиков читов? За что вы боретесь? Ну, чтобы предоставить самый качественный продукт, наверное, за это. Что такое качественный продукт? Ну, это продукт не тот... Во-первых, есть несколько, так сказать, компонентов. Во-первых, чтобы он хорошо попадал и был наравне с другими софтами. А то и лучше. Сейчас у нас как бы лучший продукт в Counter-Strike 2. Именно по тому, насколько он хорошо убивает других читеров. Во-вторых, это качество продукта. То есть юзер экспириенс, юзабилити в целом продукты. Насколько качественный сервис мы предоставляем. тот же маркет скриптов, конфигов. Это тоже для нас важно. Чтобы пользователь мог зайти на наш сайт, купить то, что ему нужно, чтобы он не общался там с кем-то в Дискорде по поводу покупки, не был заскамлен кем-то там непонятно. Можете сказать, как разработчик читов, какая средняя выручка у чита? Именно у нашего чита или просто? У всего рынка. Ну, рынок очень обширный. То есть тот, кто продает чит на только российском рынке, там, это одна выручка. Те, кто продает хаки versus хак на топ-уровне, это другая выручка. Кто работает с проигроками, это третья выручка. Давай пройдемся по каждой категории. Ну, в рамках СНГ, если сугубо только СНГ, и учитывать, что есть небольшие читы, там, где один разработчик и очень большие компании, ну, наверное, 10-20 тысяч долларов. Окей, это мелкие читы. Да. Если брать какой-то лютый топ-уровень, даже где есть читы на сотни и сотни игр, там может быть обороткой миллионы. Если брать проигроки и их какой-то уникальный внутренний уровень, вполне возможно, там входной порог ниже миллионов, но он привязан к проценту от выигрыша команд. Ну, есть открытая информация от европейских компаний, то есть там, где публичные реестры, можно посмотреть, сколько они зарабатывают. О, сколько? Ну, как раз датский чит, насколько я помню, на последний финансовый год, который я смотрел, по-моему, 2020-й, заработал что-то около миллиона долларов. То есть не так много, но и не так мало. Если зайти в вашу подписку, она стоит 19 евро, и, как я понимаю, мы не будем говорить о суммах, но если посмотреть на количество продаж на маркете, то у вас получается точно есть за два года продаж на 50 тысяч. Ну, смотри, у нас есть маркет, в котором люди могут получать настройки, конфигурации, какие-то луа, и в топе среди бесплатных находится бесплатный скрипт, которым воспользовалось 50 тысяч человек. 50 тысяч умножаем на 19, это примерно сколько вы получили за два года, учитывая тех людей, которые точно скачали этот скрипт. Да, сугубо грязными расчетами, да, можно и так. Цифра у меня в телеграме, кто не хочет считать. Что насчет маржи? Тут сложно считать так именно маржу, потому что разработчики являются совладельцами, то есть это полностью никак от этого не уйти на данный момент. Если не считать труд разработчиков, то маржинальность там 90 плюс процентов. Что должно произойти, чтобы ты сказал «Все, я ухожу, я не хочу заниматься читами». Ну, я должен сделать что-то лучше. Античит? Ну, античит, мне кажется, довольно нудная, монотонная работа в большей степени. Что может быть круче, чем чит? Ну, я рассматриваю для себя, возможно, геймдев какой-то, либо какой-то продукт, просто как программный продукт, но уже ничьит. Продолжение следует...